Всем привет, друзья! Это Сергей, вы на канале OldschoolGamer, и это пятая уже часть прохождения Dark Souls 3. Удачная вышла прошлая часть, нашли хорошее оружие, прокачали его, вставили туда камушек, убили голого деда, убили ледяного пса, и какие-то мерзкие кровавые горгульи, прям прилетевшие напрямую из Бладборна, перенесли нас в новую локацию, деревня Нежити. Туда мы сейчас и отправимся, подножье высокой стены. Новая локация всегда радость, прям со времен первого, наверное, даже Dark Souls'а. Постоянно как играю, дойдешь до босса и мучаешься, с ним мучаешься, ничего не получается, ничего не получается. Один, сейчас два потратил, умер 30 раз, в итоге убил его, и новые локации впереди, прям приятно, бегаешь и следуешь, пока следующего босс не нашел. Опять вот, текстурки медленно прогружаются. PlayStation, да, не тянет быструю загрузку лодов, печальненько, в каком-то плане. Но, тем не менее, конечно, на компе лучше было пограть, и графон и все такое, но считаю серию все-таки PlayStation'овой, буду играть на ней. Стена вот прикольная, кстати, смотрите-ка я высокая. Ну что, давайте исследовать деревню нежити. Есть вариант спуститься сюда. Душа. Надо было ее вот собрать в прошлом видео, тогда бы на левел больше бы смогли качнуть, мне не хватило до левела, там буквально 50 душ одного врага убить. Так, ну получается тут все, надо вниз спускаться. Ну-ка, а вот тут можно упасть. Нет, ничего там нету. Окей. Тут ходят обычные бомжи, хотя вот тут много молятся, есть вариант, что один из них сейчас опять превратится в большую тварь, и надо бы его на скорость убить, значит. Опа. Ох ты. Мои бомжи. Собаки всех бомжей убили, я думал один из бомжей превратится в здоровую эту тварь, но нет. И ворота закрыты, о, а там смотрите. Прям мужик чистой воды это. Из блатбот на сектант. Угу, можно поднять ворота, но давайте сначала осмотримся. Опа, двоих. Красивый череп нашел. Интересно. Что за череп? Сразу два. Череп, пропитанный ароматом душ, создан проповедниками храма глубину. Разбытие в дребезги и разлетевшиеся души привлекут врагов. Действует не на всех противников. Угу. Это чтобы выманивать. Окей. Опять тут дохлые эти пилигримы. Стартовые ролики, которые шли. И вот везде они мертвые. Причем шли они, походу, вон к замку. Косточка возвращения. Да, много их тут, вот они дошли, а тут все. Обрушена дорога, вон еще мертвый дракон валяется. Ну да. Пилигримы, пилигримы. Пожалуйста, дайте мне смерть. Уберите мои шеклы. А, родил живой. Теперь иди союзник. О, о, то есть это правда. Чемпион из аж, как я живу и взрослую. Чтобы быть в твоей присутствии, это великое honor. Я мяуэль из Лондор. Пилигрим, как вы можете видеть. Только... Какой-то, я не успел умер, как я предупрежден. Ну, может быть, мой звонок находится в другом месте. Скажи, чемпион из аж, как идея, что меня привлекла в твою службу, тебя? Я был раньше крыльцем. Наверное, я могу быть использованием. Я уважен, действительно. Я должен быть мертвым. Но ты, кто мне предупреждал нужный способ. Я, Йоул Лондор, собираюсь в тебя союзникам. Спасибо. Че, он теперь в храме огня появится? Может помочь прыжок. Мне кажется, он поможет только вернуться к последнему костру с потерей всех душ. Окей, пойдем в деревню. Часто визуально деревня напоминает деревню рыб из Бладборна. Пусть. Пусть. Бладборна. Пусть. Пусть. Я, кстати, в замке же еще не все там исследовал, да? Там, где дракон дышал, как минимум, там была дверь закрытая Ммм, еще один костер Обычно, когда подряд рядом два костра, это означает, что третий костер будет очень далеко Что тут будут какие-нибудь шорткаты, все такое А, ну это прям вообще один в один из Бладборна, из деды Угу Странная деревня Вся дорога ведет в один дом Возможно, это постоялый двор Малый кожаный щит Лучше ли он моего щита? Вот, вот этот, щит с серебряным орлом получше Ну и потяжелее Ну ладно, давайте с ним У него физическая защита побольше Ух ты, какая штука Клетка из кошмара Менсиса Факел бы не помешал Так, лестница Сгусток угольный И смолы Какой-то новый предмет Надо подсчитать Наверное, оружие огнем затачивает Мне кажется О, да-да-да, типичная деревня с мутантами Урлодами Порошок для починки Порошок для починки Тоже интересно Осторожно, враг То уроним Ох ты, вы твари какие Плюются из каких-то Духовых трубок Еще один сгусток Ну давайте почитаем Небольшой сгусток угольной смолы Быстро делает оружие В правой руке Огненным Видите, я знал, я угадал Это огненная бумага Бладборни Смола держится недолго Зато ее можно нанести на клинок Не прерывая атаки Это прикольно И порошок для починки Вот он Слегка зачарованный Золотой порошок Ремонтирует изнушенную Броневое оружие Если те еще не сломались Оружие изнашивается Происпользование И в конце концов Ломается До тех пор Его можно починить у костра Но в долгом путешествии Лучше иметь запасной вариант Понятно Кто-то большой там сидит Осторожно, чирогей Можно, конечно, попробовать По-шпионски Все сделать Такой стелареты Ух ты Какая тетка Что за кость лареты Кость лареты Старая Обесцвеченная Человеческая кость В которой проделано Несколько дыр В поселении нежити Нашли мертвую женщину Которая сжимала В руке эту кость Ее звали Ларета Что-то она делает А нет Использовать нельзя Но это и не кестовый предмет Я вообще думаю Нужно одну флягу эстуса Поставить на На магию На магию Мантия проповедника Сейчас померим Штаны рабочие Посмотрим Душа путешественника Душа путешественника Осколок эстуса Вот как раз его и поставим Уголь Так давайте посмотрим Для начала штаны Штаны рабочего Штаны из тех Какие носят обитатели Поселения нежити Естественные церемониальные Значения их работают И давно в прошлом Больше никто не занимается Такими ужасами Весят меньше Но в большинстве Параметров хуже Ладно хрен с ними И мантия проповедника Ммм Во многом лучше Но значительно тяжелее Мантия из тех Что носят проповедницы Из собора Эти женщины Прибыли с целью Просветить поселение нежности И наставить на путь Жертвования Ха-ха-ха Не ну я не могу Не побегать в такой Это очень смешно выглядит Колодец Смотри Ничего Сумминаю Колодец с акулами Вот это жесть была Так мост Тележка Кто тут разбился Тележку можно разбить? Можно Перчатки рабочего Так Сначала По мосту Короче Последняя очередь Пойдем Сначала тут Посмотрим Чего интересного Найти можно Че пишут Передик был Словения Может помочь Дыра Время пришло Перекат Теперь иди вниз Ох, твою мать Я напугался Офигенно Вот это было круто Угольная смола Нормально Клетка Напугала Да, это Да, это смешно было Да, это смешно Какая красивая Какой я красивый Война солнца Коминант Война солнца Выпить суп Выпить суп из эстуса Большая душа Опа Опять Ну от этого я ожидал На самом деле Такие На Сайлент Хилл Чем-то мост Похоже Ух ты Там какой-то Красноглазик Опа Налетели шакалы Мне очень нравится Как тут сделан свет Как свет светит Красиво А, ну эти визуально Можно отличить Вот это тоже врач Не выделяется Обычно Не совсем на фон Похоже А эти прям как моделька Такая отдельно стоящая Подвижная Выглядят Душа Эти какие-то Завывания на фоне Уже напрягают Надо найти Кто это так Какие звуки Сдаёт Опа Подлечиться Нафига в этот дом Надо было Вообще заходить Ничего нету Опа Колдунья Блин Меня пугает Эта тема Штаны рабочего Так она ржёт Угарно И заразительно Так А как подняться К ней туда Осколок Титанита Мне надо Шесть Чтобы ещё сильнее Мяч качнуть Как к ней Забраться Ух ты Нашёл Ох Ху Ху Субтитры создавал DimaTorzok Мерзкая бабка Типичная такая тетя Груня Работница столовой Общественной Которая еще работает свидетельным и иголом Тут что? Еще один осколок титанита Not bad Большая деревенька, да Ух ты Большой жулок какой-то ходит А вот тут можно было спрыгнуть Что-то взять О, насекомые Отлично Не понял, что из него выпало, честно говоря Таким быстро прощелкалось Это нет Что-то из этого, наверное Тут ничего нету Вон костер, кстати Так Сейчас Надо вернуться назад Вот тут где-то я видел, не? Предмет Не тут Вот, да Вот тут От спрыжка, что ли, туда? Оп Ржавая монета Что делает? Вот она Старая Старая джавая медная монетка Сломав ее, вы отыщите больше предметов Это суеверие Распространено среди тех, кто потерял свое состояние Надеется его вернуть Лучше с процентами Окей Забыл, кстати Продать оружие Всякой голимой И штаны Осторожно Удача Слава костер Ну, к счету Я ни разу и не умер Простенькая локация Пока что Тут че? С этой стороны не открыть А у него типа сзади а-ля Щит, да? Чтоб не проникнуть к нему сзади А, да ты простенький оказался Не такой уж страшный, как выглядишь Так, мне бесит то, что я добрался уже до следующего костра Но у первого костра там было разветвление Я не пошел по мосту И наверняка что-то там Я не нашел Хотел уж прыгнуть Разбегал уж не стоит Ну, нагилки Какие-то здоровые копья, что ли, вот они-то Опа Вот такие же копья, шею, вылетают сюда? Откуда-то Да, действительно Кто их кидает? Откуда они летят? Мне кажется, можно увидеть Нет? Ну ладно, побежали Вставай, вставай, вставай Лечись Ой, блин Жесть Так, если бежать и не останавливаться, они не должны попадать Крепкая дубинка Вон предмет наверху какой-то виднеется Смотрите Вон там Ай, на той стороне Ах ты, тварь Так, окей Я, короче, возвращаюсь Возвращаюсь в храм огня, наверное Или нет Или нет Трама огня нам пока не надо Отправляемся просто В поселение нежити И пойдем по-другому Купья Не так много еще душ Но потерять все равно жалко будет Так Вот, блин тут Трама огня нам Ах ты, тварь Трама огня нам Отправляемся Отправляемся Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы ничего не потерять Как рыба прям в поселении рыбьем Субтитры сделал DimaTorzok Все, в этот раз быстро убил Субтитры сделал DimaTorzok Ох, твою мать Надо сваливать Оп Вперу дак тебя Все, нифига, она меня казнила Что-то это я вообще Какую-то хрень провернул только что Уй, не сожнанку впал Ну, мне тут нравится В этой деревне, прикольно Так, сейчас тут тварь сверху должна упасть Угу Угу, вот одна Где-то еще одна должна быть, не? Ох, нифига из нее Ее, набрызгала жжи Слушайте, я не обратил внимания, что у нее настолько длинная эта дубина Ух ты, блин Тетя Я доем суп Тварина Видели, как мы Закружились с ней в танце Ах ты, блин Так, и в итоге я вот в эту дверь зашел И все понеслось Тут чего? А тут тупик, да? Это что, гора трупов? Вот сюда, по-моему, я выходил Титанита много набрал Вот тут я не был Тут чего? Карлики Оп, вниз упал А у них на голове вот такие шапки, как были у этого Вора, который меня попросил сюда кольцо кнести Дальше Это я опять вернулся вот сюда Идем назад, значит Можно вот тут супца хлебнуть, да? Обещал же я тетке, что хлебну супца Десять тысяч, душ Вот это уже будет обидно потерять Окей Ну пойдем теперь по мосту Сюда вернулся, ради того, чтобы по мосту пройти Шляпа рабочего Ну полный костюм рабочего собран, как я понимаю Вот мост Ох! ТВАРЯ ТВАРИ Задолбали, хватит плеваться Вон он Волненная бомба Готов Вон с клетки на спине какой-то урод ходит Возвращение Так, ну давайте смотреть Пытаемся понять Вот тут я был Вон там дальше костер как раз Там живая клетка Тут можно свалиться на эту сторону Угу Пойдем к клетке У меня уже эстус закончился Ну да ща ты щит Щит То бишь дерьмо Так Тут еще посмотрим Нет, подождите Вон че туда Круглый щит с кадуцеем Круглый щит с кадуцеем Я оказался вообще непонятно где Двери открываются Открываются Не с этой стороны правда Ну, там внизу прям на глубине что-то творится. Бээ. Так, теперь надо аккуратненько дойти, не потеряв имущество своего. Так. 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 Мощная душа покинутых останков. Тварь. Большой меч у тебя был. Не по размеру. И вот дайте ворота. И вот мое. Отлично. Так. Опа-па-па. Сваливаем, сваливаем. Там жлоб. Твою мать, что у тебя такое там? А, какой-то чан. Жлоб с чаном. Чё в чане, жлоб? Давай-давай, иди сюда. Твою мать, он пролез в дверь. Я думал, он застрянет. Ладно, ща мы убежим. Он отвернется. Пойдет назад. А я подбегу и спину ему заряжу, да? Так, и будет там стоять? Дебил. Сейчас умру. Казалось, что я был с посохом, а не с щитом уже в который раз. Да, и Торо все там стоит. Отлично. Так, убил всех этих тварей, плюющихся. А вот этот урод. Я чё-то очень неудачно сюда кувыркнулся. Можно попробовать его, конечно, ща зарубить. Ха, готов. Из него выпал мусор. Интересно, мусор в смысле трэш или в смысле коп? Мусор не стоит ничего. Кто в своем уме захочет таскать все это, возможно, вам нужна помощь. Просто мусор. Окей. Буду таскать с собой, чё. Так, теперь надо все это пробежать. Отлично. Это случится и с тобой. Время пришло вниз. Да, тут можно куда-то подспуститься, кстати. Нет? Вон туда, на уголок. Можно? Нельзя. Надо понять, как залезть туда к этим тварям. Если тут какие-нибудь лесенки или типа того. Пока не ясно. Вон там труп висит. Вот, походу, вот из этого дома как-то там есть проход сквозной, наверное. Вон еще бабка ходит. А, вот, смотрите, вот на той стороне я был. То есть, как все это становится понятно, как эта карта выглядит. Так. Тварь. Ну, в дом прохода нет. Как-то можно же забраться туда наверх. Давайте разбираться. Я думаю, сейчас поймем. А. Ну, в дом. До сих пор. Пока. 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 Не говори, что надо как-то вот тут прыгнуть через край. Я же по-любому сейчас упаду, разобьюсь. Так, ладно. Пробежим. Так. Угу. Вот сюда можно прыгнуть. Подлечимся. Ах, вы тварь. Ах, вы тварь. Осколок титанита. Окей. А, ну туда даже зайти нельзя было, куда я видел. И вот я попал внутрь этого строения. А тут костер. Офигеть, сколько костров в этой деревне. Круто, костер. Я рад. Костер, это гуд. Так, и... Теперь вот так крышу мы можем подняться как раз. Угу, это вот дальний конец. Увидели который. Ну, как-то надо тело сбить еще вон-то. Угу. Отлично. Я красавчик смог все сделать. Только труп сбросить не смог. Опа. Какой-то проходик. Смотрите-ка. Кольцо власти над огнем. Интересно. Усиливает атаку огнем, но снижает поглощение урона. Кольцо в форме руки, схвативший красный камень. Усиливает атаку огнем, но ослабевает поглощение урона. Старая ландорфская легенда гласит, что зов колец власти всегда достигал ушей трусов, которые иначе просто сдались бы под тяжестью отчаяния. Не знаю, я вообще бью его. У меня нету атаки огнем, чтобы пользоваться им. И вот на той стороне, по-моему, да... А, ну вот там как раз пуляло откуда-то с этой стороны. Так, ну мне надо второй заход сделать через низ. И последняя фляга. Так, ладно, я вернусь к костру и... Пополню их сейчас. Сначала доберусь до трупа того висячего. Пойму, как его сбросить. Вон. Наверху. Нет, что-то пока не понял. Теперь иди, святой. О, на то ли, смотрите, кто это. Ага, уничтожены мы, ли мы? Добро пожаловать в мою саду. Я Корникс, старый пиромансер. Крой в его ковре, как вы видите сейчас. Но здесь мы. Уничтожение для веков. Я слышу, что уничтожены и сделаю хорошие корабли. Хотелось узнать какие-то пиромансерства из этого старого человека? С удовольствием. Многие умные. Часть, встреча, не должен быть сквандр. Чтобы повторить, я корникс из Гритского Свампа. Плесень у меня. Тоже, наверное, хат вернулся. Копорик нашел. Так, найти-то я нашел, только вот... как туда попасть, вон выше, на вершину башни. Можно же как-то забраться, наверное. Нет. Может, из лука по нему надо стрельнуть? Нет. Подожди, я теперь не вижу, что тут предмет какой-то есть. А нет, он что-то светится. Блин, у меня и стрелы закончились. Это была последняя. Что, кто залезть-то? Ничего не понимаю. Ну, он и сидит урод. Его надо ударить с этого помоста верхнего. Как подняться на помост? Что-то я туплю. Тут должна быть либо лесенка, либо что-то такое. Непонятно. предмет есть, а как его откуда взять, не ясно вообще. Что за бред? Ну-ка, вон там что за проход я там был. А, отсюда я вышел. Может, тут внутри интересно все есть. Нет? Не видно что-то. нет. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Дощатый Дощатый Вообще нафиг не нужен Девушки отдыхают 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 Шляпа из тех, что носят жители поселения Нежити Официальное деяние для вскрытия и погребения Нежити Естественно, современные значения этой работы давно уже в прошлом Больше никто не занимается такими ужасами Капюшон-раба Такие капюшоны надевали на головы несчастных рабов, чей труд использовался повсюду в Лотрике Периодически их также надевали на преступников, чтобы пристыдить и унизить их Окей Так, свое я оставлю, это продам Продам, продам, продам Штанов дофига Эдвистерские не хочу Так, это все оставлю Окей Так, давай флягу с эскусом укрепим И распределим, пожалуй, один дадим все-таки на магию Может пригодится Так, укрепить оружие Я могу мой меч еще качнуть Теперь мне нужны большие осколки титанита Нас закалить Но это у нас так закалено Так, и тут у меня должны новые еще люди появиться, насколько я понимаю Давай побегаем их, поищем тех, кого я спас Вот сидит кто-то Пламя пироманта Ах, там ты, один из-за нестабильного Это пироман Я желаю вам express my gratitude For trusting the lowly pyromancer And allowing me to gaze upon this majestic flame As promised, I will impart pyromancers to you But first, you need a flame of your own Пламя пироманта мне дали Поговорим для начала Пламя пироманцев, ты должен был виноват, чтобы become my people Я знаю, я знаю, но так же это правило мира Респекта твоих родителей и так далее И пироманцы, конечно, не экземпция Давайте изучим Огненный шар, огненная струя, мощный поджог, мгновенный пот Надо почитать Элементарная пиромантия, ее, как правило, изучают в первую очередь Заклинание упускает огненный шар Чтобы использовать пиромантию, возьмите пламя пироманта и выучите заклинание у костра Пиромантия корникса из великой топи Выпускает поток огня Корникс, почтенный пиромант, старый закал Устанавливающий многие заклинания, которые считались утерянными Это самый известный из них Мощный поджог Пиромантия заметно улучшающая поджигание Создает в ладони огромное мощное пламя Очень сильное и одновременно простое заклинание У пиромантии две составляющие страх и страсть Поэтому ее мощь опирается и на интеллект, и на веру И мгновенный пот Уникальная пиромантия из великой топи Изобретение приписывает кармине Интенсивное потоотделение увеличивает поглощение огненного урона Очень сильная пиромантия, которая направляет пламя вовнутрь И формирует основу для последующих заклинаний Так, по характеристикам все нормально Давайте первые два пока куплю Самые дешевые Купить предмет Что у него можно купить? Одежда пироманта Аля, у него продается Одеяние из тех, что носит пироманты, в великой топи Состоит из кожаной короны и звериных костей В великой топи считалось, что украшения из природных предметов Защищают от пламени пироманта Бронза в великой топи использовалась в ритуалах Призванных отгонять злых духов и держать ему на расстоянии Короче, костюм пироманта По характеристикам не очень Укрепить пламя пироманта Осколок титанита Пламя пироманта Плюс один О, мы потребуем пиромансий Тон, чтобы участвовать более Адванские пиромансии Хотя неорфодокс Это будет самый Экспедиентный способ Сделать прогресс Если это был Гребный свамп И ты получил Лукшери Время Мы могли бы Тренировать Те Хороший Ха-ха-ха-ха-ха Хороший Хороший Пиромансий Хороший Просто не спроси мне, где я Гребный Костя Лоретта Ему можно дать Сиракрыс Так, а то есть Кость Лоретта Лоретта Мертва Стоит ли ему давать Или не стоит Так, пока не буду Давать, подумаю Кромок красного мха Так, ну у него продается Короче, всякая хрень А продать Ну, по тем же ценам Что и той банке Вот не помню По-моему, кого-то Третьего еще сюда привел О, нашим чемпионом Аши Приятного аппетита Приятного аппетита Этот пилигрим С умерли в смерти Немного удовлетворяется Возвращаясь Эту святую Пилигрим И я никогда не был Если бы Ты не взял меня В твоем службе Я благодарю тебе Дорогу за это И assure you В мою любую службу Как я сказал Я ищу Я ищу Я ищу Я ищу Я ищу Я ищу Магия В Лондор Я ищу Магия Я ищу Я ищу Я ищу Я ищу Я ищу Я ищу Я могу типа Сделать один левел Без душ Да Почитаем Почитаем Интеллект Характеристика для использования чары и пиромантий Увеличивает силу заклинаний На пиромантию воздействует также вера и интеллект Подклинать магии также зависит от этой характеристики Вера Характеристика для использования чары и пиромантий Увеличивает силу заклинаний На пиромантии воздействует Спротивляемость тьме Удача Характеристика, влияющая на поиск предметов Улучшает способности, связанные с кровотечением и ядом Также влияет на сопротивляемость проклятиям Как все запутано Так, ну я качну силу тогда До 12 А что ты продаешь? Продает магию, стрела души, тяжелая стрела Волшебное оружие, волшебный щит Стрела души Хочу ли я купить стрелу души? Давайте купим стрелу души Прикольный тут, народу всякого насобирал Вроде больше никого я не спасал, не помню Тут, да, никого нет, но кого-то наверняка еще вот сюда надо будет привезти, в этот уголок Ну что ж, давайте А, давайте Еще потратим все вот эти души Триста пятьдесят Тысяча шестьсот Четырнадцать восемьдесят восемь, видели? Ха, было Нормал Шестнадцать восемьдесят 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 А вот эту последнюю я, наверное, не буду Потому что обычно эти души, они используются еще для других ништяков Типа прокачки оружия и прочего Душа Ворта из Холодной долины Одна из душ, переполненных мощью Используйте ее, чтобы получить множество душ Или проведите транспозицию, чтобы раскрыть ее истинную силу Ворд служил рыцарем-легионером На внешних границах И держался недалеко от стремительной танцовщицы Окей Так, давайте сядем к костру И выучим заклинания Давайте Огненный шар, огненная струя Так, что ли? А как больше ячеек сделать? А не зависит, что ли, от очков? Число ячеек Как увеличить число ячеек, я не понял Ладно, прокачаем левелы Великолепно, я говорю Очень хорошо, тогда выключите хейк-нап Так Давайте почитаем Где тут ячейки заклинаний, вон, вижу Заклинания могут иметь форму чарпи, романтии или чудес Количество ячеек Так, ну давайте посмотрим Ага Ученость влияет на ячейки, да? Вот Потратив все, я могу сделать три ячейки Стоит ли оно того? Хочу ли я быть магом? То есть на четыре надо выложиться, чтобы три ячейки было А ну давайте Раз уж так сложилось Так, давайте Вот так Сделаем вот так Фаербол А это пока оставим Окей, ну чё, я прокачался Тире типа колдун Да и всё, наверное Уже час двадцать Давайте заканчивать Это была пятая часть Весьма удачная Ну и в следующей части Понятно Ещё дофига из этой деревни Нам осталось исследовать Там и продолжим С вами был Сергей До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok